МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная Припятская полесье – это не только уголок уникальной природы, но и край с богатым экономическим потенциалом. Сегодня к реализации программы комплексного использования ресурсов этих территорий необходимо активно привлекать и частный бизнес. Такую мысль выразил вице-премьер Республики Беларусь Петр Прокопович на заседании Республиканского совета по развитию предпринимательства, который состоялся в Житковичском районе. Частное предприятие «Сатурн-1» в Житковичах работает с 1991 года. Сегодня среди деловых партнеров этой компании из небольшого райцентра российская и белорусская железная дороги, беларусьнефть и беларуськалий, отечественные домостроительные комбинаты и Тихвинский вагоностроительный завод. На данный момент «Сатурновцы» проводят полную модернизацию производства, которая в итоге обойдется предприятию приблизительно в 5 миллионов долларов. Но по-другому, говорят, здесь нельзя. Чтобы быть конкурентоспособными на рынке, работать необходимо на самом современном оборудовании. Основное сейчас направление – это Российская Федерация Тихвинский вагоностроительный завод. Значит, на сегодняшний день мы туда делаем больше 200 наименований изделий прямо под сборку. В качестве примера успешного развития бизнеса в сфере сельского хозяйства участников Республиканского совета по развитию предпринимательства знакомят с фермерским хозяйством Михаила Шруба. За последние три года инвестиции в основной капитал здесь составили 7,5 миллионов евро. Только в прошлом году продукции реализовано более чем на 36 миллиардов рублей, в том числе и в Российскую Федерацию. Сегодня это многофункциональное хозяйство, в котором занимаются животноводством, вращивают овощи, развивают торговую сеть и строят агроусадьбы. Работы больше по управлению, по координации, по логистике. Но, с другой стороны, обеспечивается стабильность на рынке, поскольку в случае каких-то конъюнктурных колебаний и по отдельному виду продукции мы застрахованы другим продуктом. Вице-премьер Республики Беларусь Петр Прокопович уверен, частный бизнес необходимо поддерживать и развивать более активно. Регион Припятского Полесья в этом смысле должен быть примером. Государственная программа использования местных природных ресурсов по сути первая попытка освоения таких масштабных территорий. И реализовать ее можно только совместными усилиями. Это должна быть совместная программа государства и частного бизнеса. Именно государственное частное партнерство – то, что нам очень нужно. Потому что сегодня частный сектор – это уже одна треть экономики, а завтра будет больше половины экономики. И, естественно, надо использовать эти возможности. Издревле припетские леса славились богатыми урожаями грибов и ягод. С практической точки зрения это почти валюта под ногами. Так решили и местные бизнесмены. И в 2006 году основали в Петриковском районе предприятие по сбору лесных даров. Сегодня полеськие черника, брусника, клюква, белый гриб и лисичка здесь же и замораживаются в современных итальянских холодильных камерах. Сортируются, фасуются и отправляются на экспорт в страны Евросоюза. В 2006 году первый экспорт наш был в 80 тысяч долларов. Значит, седьмой год, по-моему, 120. И уже в 2008 году мы вышли уже на экспорт миллион долларов в год. На этот год планируем превысить показатели прошлого года примерно на 10-15%. А по соседству находится молодое частное предприятие «Опевпром», которое также занимается обработкой местного природного материала – древесины. Вся продукция рассчитана на экспорт. Основные покупатели – Прибалтика, Германия, Голландия. Продукция – это как палетная заготовка из лиственных и хвойных пиломатериалов, так и доска. Предприятие планирует поставить также сушильную камеру и продукцию из клейки древесины, для того, чтобы продукция составляла более значительную рентабельность. В перспективе здесь планируют увеличить объем производства в полтора раза, а значит и создать новые рабочие места, что для Петриковщины имеет немаловажное значение. К слову, производственную сферу полезские предприниматели развивают довольно активно. Так, на территории бывшего кирпичного завода в Петрикове в 2013 году открылось частное предприятие по изготовлению окон и дверей из ПВХ. Местные предприниматели к делу подошли основательно. Выкупив часть неиспользуемого имущества, произвели здесь капитальный ремонт, облагородили территорию, разместили оборудование. Сегодня здесь осуществляют полный производственный цикл изготовления продукции. Мы все-таки стараемся придерживаться одной позиции – цена-качество. Потому что как бы живем в этом регионе, и потом, чтобы из-за качества не смотреть людям в глаза, будет начинать отработать колейный комбинат, и, может быть, будут какие-то строительные объемы или ремонтные по утеплению фасадов, по модернизации зданий, где хотелось бы принять большое участие. Потому что производство для этого располагает и позволяет такие объемы выполнять. Продукция мозорского частного предприятия «Вуд-древ», экологические деревянные двери из массива, окна «Евростандарт» и дома из слоистоклееного броса хорошо известны не только жителям Гомельщины. Германия, Италия, Турция, Дания, Россия – такова география экспорта. К тому же предприниматели нашли применение и отходом деревообработки. Из них делают топливные брикеты и также реализуют в Германию. В скором времени на предприятии планируют запустить и современное производство экологического паркета. Необходимое оборудование уже приобретено в Италии. В месяц перерабатываем полторы тысячи кубов леса. Делаем около четырех тысяч дверей в месяц. Пару домиков деревянных, таких вот на 150 квадратов в среднем. И каждый день грузим машину брикетами на Германию. Вот каждые 22 машины в месяц отправляем. На сегодняшний день мы работаем с колес. У нас продукции нет практически. Все, что мы произвели, мы сразу же продали. Обработка древесины, изготовление мебели, проектирование и строительство зданий, привозка пассажиров и грузов, транспортно-экспедиционная деятельность, розничная торговля – вот далеко не полный перечень направлений деятельности Музырского частного предприятия «Лотос». За 24 года своего существования из небольшой строительной фирмы это частное полесское предприятие превратилось в крупную многопрофильную компанию. Сегодня здесь работает порядка одной тысячи человек, или практически каждый шестой представитель трудоспособного населения Музыря. Одно из последних направлений деятельности «Лотоса» – реализация инвестиционного проекта по разработке месторождения силикатных песков Борисковичи и организации производства изделий из ячеистого бетона. Разместилось новое производство на базе неиспользуемого имущества местного предприятия «Банкрота». И, к слову, реализован данный инвестпроект без привлечения государственного финансирования. Шесть лет назад мы приобрели базу бывшего завода СЖБ-12, на котором освоили выпуск изделий из ячеистого бетона, то есть стеновые газосиликатные блоки, вся линейка железобетонных изделий там производится, выпуск товарного бетона. Ну и вот совсем недавно мы уже начали там тротуарную плитку, которая, в общем, уходит на ура, как пирожки. Предприниматель Борис Геллер вместе с компаньоном в мебельном бизнесе уже около десятка лет. Собственную же компанию создали три года назад. Взяли в аренду в Наровле неиспользуемое имущество и организовали производство. Сегодня здесь выпускают самый широкий спектр продукции – кухни, спальни, мягкую и детскую мебель. Все производится на самом современном оборудовании. А еще креативные дизайнерские задумки, индивидуальный подход к клиенту – все это вместе и обеспечивает хорошие производственные показатели. Объем производства за последний год вырос на 550%. Заработная плата выросла на 283%. Валовый доход вырос за последний год на 330%. То есть показатели цифровые достаточные. Если есть желание, практический подход и творческие идеи, хорошо и прибыльно работать можно как в мегаполисе, так и в небольшом населенном пункте, уверены полезские предприниматели. Однако свою компанию они сознательно основали именно в Наровле, просчитав все плюсы. Почему еще именно Наровле? Шестой декрет президента. Значит, крайне, крайне лояльное отношение вертикали власти, то есть вот председателя, экономика. Достаточные производственные помещения сразу казались гигантскими, сейчас тесные. Подписан договор на аренду следующих помещений здесь же, на этой территории. В ближайших планах Полейской мебельной компании – покупка современного оборудования по обработке стекла, а также организация выпуска мебели из массива. А вместе с производственной сферой развивают полезские предприниматели и социальную инфраструктуру. Еще в советское время на этом месте в Мозыре начали строить Большой дворец культуры. Однако дело до конца не довели. Почти 20 лет стройка была заморожена. И вот с инициативой выступили предприниматели. Выкупили объект и на его базе начали реализацию проекта общественно-торгового центра. Сегодня на трех этажах здания разместились как различные торговые точки, так и объекты сферы услуг. И уже в первые дни работы центра стало ясно – жителям Мозыре объект пришелся по нраву. Проект успешен тогда, когда он необходим потребителю. И задача была максимальный комплекс услуг – обвязать в данном центре. Мы обвязали сюда и общественное питание, и в сентябре уже открываем центр медицинских услуг. Обвязали сюда детский городок, привязали. Ну и, конечно, торговлю. Торговлю, в первую очередь, торговлю зоной кулинарии и кондитерских изделий. Развивается на Полесье и туристическая инфраструктура. Строятся объекты придорожного сервиса, действует немало агроэкоусадеб. Ирина Сергеичек, хозяйка туровской агроусадьбы Кола Струмени, рассказывает. Когда у нее появилась задумка восстановить и обустроить дедушкин домик для того, чтобы принимать здесь гостей, о прибыли не думалось. И тем не менее, Кола Струмени быстро приобрела популярность у гостей из разных стран. Сама агроусадьба – это деревянный дом, в каких жили местные жители в начале прошлого века. Со скрипящими половицами и резной деревянной мебелью. Светильники из лозы, льняные занавески на окнах, старинный окованный сундук – все это создает атмосферу сказки. При внешнем историческом национальном колорите усадьбы здесь имеются современные бытовые условия. А по желанию гостей профессиональный повар приготовит любое блюдо – от традиционной туровской до изысканной французской кухни. Но самое главное, утверждает хозяйка усадьбы – это особая атмосфера и энергетика туровской природы. Именно за этим сюда и стоит приехать в первую очередь. Природные красоты и богатства Припятского полесья с каждым годом приобретают достойное обрамление, в том числе и благодаря деловым людям региона. Редактор субтитров А.Семкин